В Ханты-Мансийске завершилась первая смена Большой Перемены. Напомню, на несколько дней в окружную столицу поучаствовать во всероссийском конкурсе приехали почти полтысячи школьников восьмых десятых классов со всего Урала. Югру представили 102 человек. На этом этапе ребята, объединившись в команды, проводили мозговой штурм для того, чтобы решить кейсы по 12 различным направлениям. За это получали баллы. Отмечу, что Югра первой приняла участников Большой Перемены. Теперь нужно дождаться завершения полуфиналов во всех федеральных округах. Имена финалистов назовут в середине сентября. Им предстоит побороться за главные призы всероссийского конкурса в Международном детском центре «Артека». Это гранты в размере 200 тысяч рублей, которые можно потратить на реализацию заявленных проектов. Все дни работы у детей горели глаза, они были воодушевлены. У них действительно сформировались очень сильные команды. И сегодня, принимая участие в качестве члена жюри в защите, мы понимали, насколько сложно нам, членам жюри, отдать свои голоса, потому что каждый проект уникален. Точно могу сказать нам, взрослым, о том, что нас ждет свое хорошее будущее. У нас прекрасные дети и прекрасные проекты, которые они реализуют. Через свои проекты участники транслируют нравственные основы, добрые отношения к окружающим и природе, а еще ищут новые возможности для развития творческого потенциала и гражданско-патриотического воспитания. Сейчас большинство школьников мало вовлечены в историю России. И поэтому мы с командой придумали такое решение, что нужно проводить больше внешкольных мероприятий, каких-то классных часов, классных встреч с какими-то, может, даже ветеранами. У меня был вызов твори. Ну, как бы по названию понятно, что нужно что-то креативить. У меня суть было задание, что молодежь в наше время, ей очень трудно реализовывать свои собственные проекты. Поэтому мне нужно было придумать, как им помочь в этом. Я накидала очень много вариантов, как бы провела для себя мозговой штурм и выбрала из них пять основных.